У любой медали две стороны. Многие из потребителей, увидев в составе продукта букву Е с цифрами в придачу, недовольно поморщится, а между тем не так страшны пищевые добавки, по крайней мере не все. Они не являются вредными по определению, потому что все это, и в том числе их наличие в пищевых продуктах, определено законодательной базой, кодекс элементариум, международными соглашениями, законом о безопасности пищевой продукции. Гарантировать безопасность и соответствие всем нормам может заветная надпись ГОСТ на продукте. Добросовестные производители, даже внося пищевые добавки в продукты, обязаны следить за безопасной дозировкой. Есть, конечно, и официально запрещенные в нашей стране ингредиенты, например, Е-121, 173, 240 и еще много других. Полный перечень лучше найти в интернете, переписать себе и сверяться. А вот разрешенные пищевые добавки в допустимых количествах вреда принести не должны. Но употреблять продукты с Е-шками все равно лучше в ограниченном количестве. В век распространенности аллергических заболеваний, пищевой непереносимости, каких-то индивидуальных особенностей организма, организм человека становится более чувствительным к каким-то компонентам, в том числе и к пищевым добавкам и пищевым красителям. Все пищевые добавки делятся на несколько групп. Распознать их можно по номеру. На единицы начинаются красители. Например, Е-140 – это хлорофилл, а Е-164 – шафран. По цифре 2 можно распознать консерванты. Е-260 – уксусная кислота. Мы на собственной кухне иногда используем эту добавку в домашних заготовках. И производители прячут за буквой Е аскорбиновую или, например, молочную кислоту. Для сохранения срока хранения добавляют туда различные органические кислоты. Яблочная, уксусная, лимонная. Для получения дополнительных свойств и сохранения органолептических свойств добавляют различные модификации крахмала, декстринов, пектина и так далее. Это тоже пищевые добавки. Если после буквы Е номер начинается на тройку, это регулятор кислотности. И среди них попадаются полезные. Например, Е-306 – это токоферол, он же витамин Е. А группа Е-440 – это пектины, которые получают из натуральных фруктов. Кстати, все добавки четвертой номерной группы – загустители, эмульгаторы и стабилизаторы. Если продукт хранится, тот же молочный продукт, более 5-7 дней, то сложно предположить. Там нужен особый способ консервации и сохранения молочных продуктов. И для того, чтобы получить некоторые свойства продуктов, также используют пищевые добавки. Например, загустители для йогуртов и так далее. Есть, конечно, группы продуктов, где любые добавки в составе нежелательны. Например, детское или специальное лечебное питание. А чтобы любимая пища точно не приносила вреда, всего-то и надо внимательно читать состав и проверять незнакомые символы и обозначения. Некоторые ингредиенты смогут вас удивить, а бдительность убережет от проблем со здоровьем.